22 глава книги пророка Исаии, я читаю свой перевод для библейского портала Экзегет, одна из самых загадочных глав книги, потому что вообще не очень понятно, о чем это, о ком это. Но вот только что у нас была 21, тоже не сильно понятная, но получше, когда идомитяне кричат стражнику ночному, который час ночи, он отвечает, уже светает, но еще ночь. Мы говорили, что это роль Израиля, среди языческих народов, он им возвещает будущую зарю, но они сидят пока во тьме. И все эти бедствия, которые представлены ассирийским нашествием, в первую очередь они нужны и важны для того, чтобы эти народы обратились к Богу, к тому, кто может их прекратить, эти страдания. И 22 продолжает эту тему, но здесь очень много загадок, непонятно о ком и о чем. Начиная с самого первого стиха. Возвещено о долине видения. Что за долина видения? Где ее поместить? В Идоме, первая мысль, потому что все время Идом. Идом – это вот такая страна, которая соседняя с Израилем, он только что у нас был, и да, наверное, это где-то там, долина видения. Об Израиле, о Иудее, потому что видение от Бога приходит именно израильским пророкам. Тоже можно. А можно понять, что долина видения – это некая абстрактная страна, которая явилась ему в видение, собирательный образ. Вот некая такая, не то что выдуманная страна, там Швамбрани или как еще ее назвать, а то, что подходит более-менее к любой. Вот страна вообще, которая падает жертвой ассирийцев. Наверное, и так можно понять, но даже дело не в том, где и кто. Дело, скорее, в том, что происходит. Возвещено о долине видения. Что с вами? Отчего вы поднялись на крыши? Вечно празднующий город, полон ты криков и смятений. Да, вот этот большой город никогда не спит, и все как-то сразу резко изменилось. Пандемия коронавируса у них началась, наверное. Ну, это я, конечно, осовремениваю, но постоянно возникают такие истории. Полон ты криков и смятений. Кто пал, был сражен не мечом. Кто умер, погиб не в битве. А где? Действительно эпидемия или что-то еще? Непонятно. Ну, бедствие, бедствие, какое-то бедствие. То есть, долина видения – это образ города, страны максимально обобщенно. Вот когда вечный праздник, все хорошо, все замечательно. И вдруг что-то идет не так. Прям совсем не так. Предводители твои разом бежали. Ну, обычная история, когда начинаются проблемы, то начальство первым делом убегает. Лучники их повязали. Другой перевод – побросав луки в плен, попали. Не ясно. Лучники их повязали, мне кажется, очень хорошо. То есть, такие простые воины повязали своих собственных предводителей. Все меняется резко. Вот сейчас бедствие, рушатся привычные структуры общественного порядка. Кого нашли у тебя, повязали всех вместе, хоть и далеко они бежали. Да, вот начальники и командиры убегают, а те их хватают, вяжут, чувствуют предательство. А сделать-то им все равно ничего не могут, кроме как арестовать. «Потому скажу, не смотрите, как горько я рыдаю о бедах любимого моего народа, и не пытайтесь меня утешить. Наслал Господь воинство на долину видения, день ужаса, попрания, смятения. Рушится стена, до гор крик доходит». Ну вот, все очень плохо, и утешения никакого нет. «Илам достает колчан, колесница и конницу выводят». «Илам» — это одна из областей к востоку от Междуречья. Такой дальний достаточно народ. «Кир» — еще один народ, это не персидский царь «Кир», а еще одна такая точка на карте. «Щеты расчехляют». «Плодородные долины полны колесниц, всадники у ворот встали строем». Вот тоже такой образ нашествия. Тут у них сначала не нашествия, а теперь уже нашествия. Вот «Долина видения», мне кажется, действительно обобщенная страна, в которой все плохо. «Плодородные долины полны колесниц, всадники у ворот стали строем. Сняли покрывало саудии и взглянули вы в тот день на оружие в кедровом дворце». А кедровый дворец, ну то есть дворец из кедровых бревен, это царский дворец, и в нем есть какое-то оружие, но на него никто не смотрит. Это такое ритуальное оружие, там на стенах для красоты висит. Ох ты, похоже, воевать придется. Надо вот, а где у нас что? А вот, висит, надо же. Мы как-то раньше не замечали. Да вот, беспечный город, который вдруг замечает. Сняли покрывало саудии. Люди увидели себя, какими они есть. «Долина видения иудея». Мы только что думали, вроде и дом, а тут теперь иудея. Похоже, это вот и то, и другое. «Вы увидели, как много проломов в стене града Давидова? Так ходили, мимо не замечали. А тут вражеское войско идет. Ух ты, у нас городская стена не в порядке, в ней куча проломов. Их надо заделывать. Воду в нижнем пруду вы собирали. То есть, вот водой надо запастить для осады. Самое главное, без чего нельзя в осаде прожить, это вода. Перешли дома в Иерусалиме. Ну, да, понятно, стали разбираться, где во что. Разрушали их, чтобы укрепить стену. Смысл в чем? Стена в проломах, в трещинах осыпалась. Где взять новые камни, где там балки вытесать? Нет уже времени этим заниматься. Разрушаем ближайшие два-три дома. Берем из них, строим материалы. Ими укрепляем городскую стену. Вот, срочно, срочно, срочно. А так все пировали, развлекались. Устроили водохранилище между двух стен для воды из старого пруда. То есть, воду отобрали, внутрь города ее перевели, чтобы было что пить. Наконец, собрались как-то вот серьезно заботиться о своей безопасности. Но не взирали на того, кто творит все это. Не помышляли о том, кто издавна судил всему случиться. А боги-то не подумали. Обо всем подумали, кроме бога. Призывает вас, владыка, Господь воинств. В этот день предаться скорби и плачу. Обриться и обличься мешковиной. Это знак траура, да. Бритая голова. Вот я сейчас не в мешковине, а если бы я пришел завернутым в какую-то дерюшку, да, это был бы знак траура. А у вас пиры до веселья. Режут быков, овец забивают, мясо едят и пьют вина. Давай наедимся, напьемся, все одно умрем завтра. Тоже логично нас выгодно. То есть, ни о чем заботиться не будем. А пока еще есть возможность, будем пировать и развлекаться вовсю. Сказал мне Господь воинств на ухо. Не простится им этот грех до смерти, говорит владыка, Господь воинств. Так сказал владыка, Господь воинств. Ступай, скажи царедворцу Шевни. А это уже конкретный политический деятель, государственный муж. Значит, долина видения все-таки в данный момент это Израиль, Иудея. Царедворцу Шевни, который над дворцом надзирает. То есть, он управляющий делами царя. Да кто ты такой? Что тут такое? Готовишь ты себе на горе гробницу, высекаешь в скале себе жилище. То есть, еще при жизни он себе готовит такое хорошее место упокоения. Силач, тебя Господь ухватит и зашвырнет подальше. В комок он себя скатает, ну как комара какого-то, да, пойманного. И забросит в обширную землю, где ты умрешь. Великолепные твои колесницы станут позором для твоего господина. Я скину тебя с твоей должности, выгоню с твоего места. Вот ты себя приготовил в гробницу, а умрешь в совершенно другом месте, в совершенно другом положении. В тот день я призыву моего слугу Илья Кима, сына Хилькия, надену на него твои одежды, поясом твоим его опаяшу и власть твою передам в его руки. И станет он отцом для жителей Иерусалима и для всей Иудии. Вот уже внутриполитическая борьба, да, один царедворец падет, другой возвысится, но смысл не в том, что Исаия один нравится, а другой нет, а в том, что это от Бога, в том, что это вот отражение его воли, это имеет отношение к тому, как себя ведут израильтяне и жители Иерусалима. Передам ему ключ Давидова дома. Что он отворит, никто не закроет. Что он закроет, никто не отворит. Звучит как хозяйственное распоряжение, да, он получит ключ. Дворцовый, главный такой, да, мастерки. И сможет открывать и закрывать там сокровищницы, всякие двери разных помещений. Но можно в этом увидеть какое-то пророчество на то, что некий праведный человек вот получит власть над духовными вещами. Вобью его прочно, как гвоздь. И станет он престолом славы для своего отеческого рода. То есть его потомки будут им гордиться. Да, от него зависит будет вся слава отеческого рода, отпусков и потомков. Повиснут на нем все сосуды от большого кубка до малой чашки. Вот он будет тем, на кого они будут ссылаться. В тот день пророчество Господа воинств зашатается гвоздь, битый крепко, выскочит, упадет. Тогда все, что на нем висело, разобьется. Так сказал Господь. А кто-то другой рухнет. Ну, ничего особенного. Один политический деятель возвысится, другой падет. Сколько мы такого наблюдаем, всегда и везде это было. Но смысл в том, что это от Бога. Смысл в том, что вот те, кто предается перам, весельям, беззаботности, они ему не угодно. Они не берут на себя ответственность за свой народ. Они не собираются его защищать. А когда приходит грозная опасность, начинают разрушать дома, как всегда простых людей, да, обездоливают, чтобы защитить государство. Вот это все никуда не годится. И если они так себя ведут, то их место займет кто-то совсем другой. Ну, вот неожиданно долина введения сюда ввязалась. Мы говорили, что это за долина. И пришли к выводу к концу, что, похоже, это Иерусалим и Иудея. Но все-таки это такой образ любой страны, мне кажется. Да, вот Иерусалим и Иудея, как некая принципиально главная страна, в которой происходят вещи, так или иначе касающиеся всех остальных. А дальше 23-я глава, она про финикийцев. Про финикийцев там долго и подробно будет.